А в новой книге курского писателя Александра Ошарова резидент приоткрыл досье собраны незабываемые встречи с известными советскими разведчиками, командиром подводной лодки Курск Геннадьем Лячиным, начальником полиции Лондона мистером Джоном Слейтером, уникальные архивные документы курского управления НКВД, допросы немецких летчиков, политические репрессии, война в Афганистане. Он все собрал в одно издание для того, чтобы самое интересное, поучительное и важное информация не позабылось, не растворилось в быстро меняющемся мире, а была доступна любому читателю. С первых страниц книга захватывает рассказом о легендарном земляке Вадиме Кирпиченко. Почти 20 лет он руководил деятельностью внешней разведки СССР в арабских странах. Был резидентом в Египте и Тунисе, а это бывший офицер английской разведки Джордж Блейк. Голландец по происхождению, который предложил услуги нашей разведки. И вот что как бы так вот удивило в хорошем смысле слова, что он не поставил никаких условий материальных, наоборот сказал, что он будет работать на нашу разведку исключительно не за деньги. То есть из таких соображений, как он это объяснил, была симпатия к молодой советской в то время республике. И он видел в ней, в СССР, как бы будущее справедливое общество. С этими разведчиками Александр Ошеров был знаком лично. Журналисту удалось собрать уникальные материалы об их жизни. Также на страницах автор раскрывает некогда засекреченные документы о допросах немецких военнопленных летчиках, которые осенью 41-го года были сбиты под Льговом. Они вот из первых уст рассказывали, что они представляли, какая будет война, что это будет молниеносная война, дранг на хостен, ну и обернулась драпом на хвестен. То есть полностью рассказали, как они разверились и в гибельской пропаганде, и вообще, так сказать, в этой войне. В издание также вошли курьезные случаи жизни писателя, рассказы о буднях Курской таможни и лирические зарисовки о братьях наших меньших. Скоро книга появится на библиотечных полках Курска.